25 лет возрождения еврейской общины Харькова – это чудо, которое происходит с нами в наше время. Это история, которую творим мы с вами сегодня. Долгие годы еврейская жизнь Харькова была в подполье. Молитвы шепотом, секретные собрания миньяна, тайные мацепекарни, ограничения на поступление в вузы и на работу – такую цену платили евреи за счастливую жизнь в обществе развитого социализма. Любавичский Рэбе всегда чувствовал особую близость с евреями Советского Союза. Он тайно отправлял в разные города СССР молодых посланников для распространения еврейства. Он просил евреев всего мира молиться о наступлении времени, когда евреи за железным занавесом смогут свободно исповедовать свою религию. Он убеждал всех, что это время настанет, и оно настало. 1990 год. Мэрия Харькова принимает историческое решение вернуть здание хоральной синагоги еврейской общине. День, о котором евреи мечтали долгие годы, наступил. Плакали старики, разглядывали старинные стены дети. Они впервые зашли в свой дом. Дом, в котором они начнут строить новую жизнь по заветам Торы. Тогда же, в 1990 году, Любавичский Рэбе принял решение посылать молодые семьи шлухим-посланников для восстановления и возрождения иудаизма в странах бывшего Советского Союза. Харьков стал одним из первых таких городов. В город приехали Равин Мойша Москович, его жена Мирьям и их восьмимесячный сын Мэндл. Они не знали русского языка, не понимали местных реалий, но у них были энтузиазм и благословение Рэбе. И молодая пара начала восстанавливать общину, возрождать веру, объединять молодых и пожилых, на своем примере показывая, что наше древнее учение иудаизм и сегодня абсолютно современно и необходимо людям. Здание на Пушкинской 12, в котором 40 лет был спортивный клуб, наполнилось голосами детей и взрослых, изучающих Тору и с гордостью отмечающих еврейские праздники. Приезжали новые семьи посланников Рэбы и община росла не по дням, а по часам. Все начиналось с воскресной школы, ешивы и маленького детского сада в синагоге. А сегодня еврейская община Харькова одна из самых больших и самых развитых в Украине. Последние 25 лет стали годами неслыханных достижений, которые можно назвать только чудом. Наша гордость и наш духовный центр, точка притяжения, точка опоры – это синагога. Как в древние времена мы начали восстанавливать храм, наполняя его светом веры. Месяцы и годы ремонта, тяжелые труды терпения, место для молитвы только в маленьком вестибюле – все это община прошла с достоинством. И вот в 2003 году ремонт зала завершился, и на его открытие съехались гости со всех концов СНГ, чтобы отпраздновать восстановление одной из самых прекрасных синагог Европы – Харьковской хоральной синагоги. Свиток Торы во все времена хранил евреев в их вере. Свитки Торы занимают почетное место в Аарон-Кодыш-синагоге. Внесение нового свитка Торы не просто наполняет радостью сердца верующих, оно доказывает незыблемость наших древних законов. Брит-Мила – завет, установленный между Богом и каждым евреем, закон которому более трех тысяч лет. Праздник приобщения к еврейскому образу жизни. Десятки мальчиков прошли этот обряд, даря радость своим семьям. Сотни молодых пар вступили в брак так, как это делали наши предки тысячи лет, создавая еврейский дом для еврейской семьи. Обрезание первая стрижка в три года, бармит свои свадьбы. Каждое семейное торжество становится праздником для всей общины. 25 лет еврейской жизни в Харькове – это настоящее чудо. Из древней известно, что евреи – народ книги. Ключ к сохранению нашего еврейского наследия – еврейское образование детей. Школа номер 170 и детский сад номер 140, через которые прошли тысячи детей, гарантируют, что наше наследие будет передано всем будущим поколениям. Школа почти наравне с синагогой стала центром еврейской жизни. Дети с юных лет вбирают в себя еврейство как мироощущение, как понимание мира и своего места в нем, как философию и религию, с которой началась мировая история цивилизованного человечества. Они овладевают знаниями и учатся учиться, потому что каждый еврей должен учиться всю свою жизнь. В детском саду малыши с первых шагов, естественно, впитывают историю нашего народа, его культуру и традиции и делают это органично и радостно. Можно быть уверенными, что кем бы ни стали наши дети в будущем, свою национальную самоидентификацию они не утратят никогда. За последние 25 лет тысячи детей провели лето в лагере Ган-Исраэль. Это изменило их жизнь. Песни у костров, замечательные вожатые, спорты и игры, вечерние занятия, новые друзья и незабываемые воспоминания. Когда молодые люди покидают стены школы, двери общины всегда открыты для студентов программы «Старс». Это место, где собирается молодежь, встречает старых друзей и находит новых. Для тех, кто не мог учиться в молодости, уроки по Талмуду и еврейскому закону, занятия в кулере для мужчин и кулере для женщин, а также в кулере для пожилых открывают новый мир Торы и еврейской традиции. 25 лет еврейского образования в Харькове – это настоящее чудо! Одна из основ иудаизма – тздака, что означает не благотворительность, а справедливость. Любавический Рэба говорил, все евреи отвечают друг за друга. Мы не имеем права оставить без внимания ни одного человека, кем бы он ни был и в каком бы в духовном состоянии не находился. Община постоянно помогает тем, кому необходима поддержка, кто нуждается в лекарствах и еде. Мы всегда помним о наших ветеранах. Школьники постоянно посещают пожилых людей и оказывают им помощь. 25 лет еврейской поддержки в Харькове – это настоящее чудо! Наша скорбь, наша незаживающая рана – дробит скияр. Эта боль не уменьшается с течением времени. Тысячи евреев приходят сюда, чтобы отдать долг безвинно погибшим. Мы приводим детей, мы передаем от поколения к поколению память о Холокосте, все сожжения. Эта страшная страница нашей истории не перевернута, потому что перевернуть ее невозможно. 25 лет еврейской памяти в Харькове – это настоящее чудо! Еврейские праздники – неотъемлемая и радостная часть нашей жизни. В Харькове они отмечаются с большим размахом. Праздник Пурим – две тысячи членов общины приходят в цирк, чтобы вместе прогнать Амана и приветствовать царицу Эстер. В Лагбаомр молодежь и пожилые люди проходят маршем по центральным улицам города. Свет Хануки мы несем всему Харькову. Сукот и Симхат Тора – это наши праздники радости и единства. На Песах привозят пять тонн мацы, и мы все приобщаемся к тому далекому времени, когда наши предки вышли из Египта и стали свободными. 25 лет еврейских праздников в Харькове – это настоящее чудо! 25 лет – четверть века преодоления трудностей, радости и веры в будущее. Мы можем гордиться нашими достижениями, всем тем, что мы сделали вместе. Этот год, Акель – год объединения, объединения еврейских семей, школ, общин, объединения всех, кто считает себя частью еврейского народа. Вместе мы сильнее, вместе мы можем сделать больше, вместе мы умножим добрые дела, которые ждет от нас Всевышний. Ребе сказал, что наше поколение – последнее поколение изгнания и первое поколение освобождения. Будем вместе частью этого чуда! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...